всем привет привет всем продавцам частникам предпринимателям привет тем продавцам который работает на себя привет тем продавцам короче всем продавцам привет вот небольшой лайфхак для продавцов наверное этот лайфхак больше подойдет для продавцов которые работают магазинах сетевых магазинах например там сетевые магазины как и мы можем знать у нас россии до 8 сетевый магазин по металлому сетевый магазин по древесине там где вагонки продают либо узоры какие-то в общем разные сетевые магазины например магазин условно назовем в этом магазине три филео первый первый филео второй филео третий филео ну как мы можем понять интересно было например основной магазин или же первый филео магазина находится в одном месте ну и где-то на удаленке неважно директор магазина поставил задачу администратором трех филео план план продаж допустим на месяц апрель например первый филео находится в хорошей точке города да кстати я не учил того что эти три филео могут находиться либо в разных городах либо в одном городе в разных районах например допустим северный район восточный южный там центральный там или каких-то микрорайонах ладно ну неважно понятно допустим первый филео находится в хорошем месте например магазин продает древесину там вагонки узоры их кто в основном покупает строители частых домов либо дачники они частые дома и дачи находятся за городом возможно первый филео находится не в центре города и у него план например два ляма угу второй филиал в другом конце города хотя нет пускай он будет в центре у него а в центре мало кто покупает из-за ну такую древесину например из-за того что частные застройщики домов дачи они вряд ли поедут в центр и им это магазин допустим поставили план продаж в месяц пятьсот тысяч а третий филиал за огородом там частные дома есть но там мало кто строится допустим план тысячи точнее миллион четыреста например вот так всегда есть продавцов например администратор филиалов 1 2 3 филиал администрации неважно администраторы или это продавцы там которые все равно они друг друга созваниваются спрашивали сколько они продали столько осталось скажем так легкая конкуренция тем более когда директор магазина этих филиалов и сказал может сказать точнее если вы сделаете план то вам плюс эксорпати что вы упростить жизнь продавцам я сделал такую небольшую программу в экселе так месячный план для красоты диаграммы так вот здесь я назвал план за апрель например а да вот здесь внизу видите апрель 2022 можно еще добавить там мая 2022 июнь 2022 и так далее и так далее чтобы на каждой странице было то есть файл акселевский 1 а листы несколько это для того что можно вернуться назад и посмотреть как там была вот вот я написал два столбика так заглавил их в день и выручка за день например а здесь план за апрель и вот план за апрель апрель миллион 400 тысяч рублей первые 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 с первого тридцатый дней так как у нас в апреле 30 дней выручка за день например первого апреля по календарю данный момент смотрим что пятница пятница ладно не буду пятница суббота не важно вот продавцы продали на шестнадцать тысяч пятьсот один потом три двести пятьдесят восемь а три часа торговле вообще не удалось следующий день например продали на 45 тысяч вот содержитель там на 25 рублей просто продать там какую-то линейку или там не понимаю и так далее и так далее и так далее вниз вниз до 30 апреля ну и рядом столбики ячейки а сейчас уже на лицу у них интереснее что вот так продано давайте продам например красивый зеленый такой песен осталось пускай будет чтобы эффективно смотрелось красный цвет вот когда мы здесь например 6 апреля пишем точнее магазин продан на 26 тысяч рублей здесь автоматически переносится слово продано увеличивается 90 90 1952 рубля далее что мы видим с правой стороны диаграммы дискообразной дискообразной диаграммы полон за апрель это чтобы сделать для того чтобы было интересно смотреть для глаз и и лежит там ну типа обмандрение просто бывает что посмотрел на рисунок и быстро понял чем посмотрел на цифры и посчитал вот вот когда у нас здесь в день торговля увеличивается то есть слово продано цифры доход увеличивается доход там прибыль например вот еще раз сейчас смотрите 7 апреля если я напишу цифры здесь поменяется здесь тоже поменяется здесь диаграмма увеличится например 7 апреля продан на просто повезло там на 150 тысяч вот сразу видим что как бы тортик увеличился или сыр кто хорошо кто как видит кто как понимает так и понимает но смысл в том что было быстро моментально молнию винул на нас ориентироваться сколько состав также это удобно чтобы сделать например там осталась такая-то сумма и например у нас вот до 30-го числа осталось дней так короче просто вот вот до 30-го числа осталось например так так допустим так так это так например чтобы успех по плану магазин фельд то есть это фельд он должен продавать в день 57673 жюня опять же тоже для просто того что для удобства это также если 30 апреля закончился и далее цифры и выручка за день никуда писать я уже рассказал в начале видео открываем и заново все это делаем если кому то непонятно если кто-то хочет просто получить в готовом виде этот небольшую программку в цели то я отправлю вам на электронную почту пишите в комментариях свою электронную почту вот лучше электронной почты чем куда есть например мессенджер отправлять потому что я считаю удобнее чтобы электронную почту отправить потому что я например ноутбук отправлю вам а вы его откроете а если в телефоне откройте то не знаю удобно или неудобно вам это работать на работе с телефоном все равно в любом магазине в любом рабочем месте есть компьютер и ноутбук откройте интернет и все также можете эту программу предложить своему администратору работодателю в собраниях вот так вот это я уже сказал айфхак для продавцов чувство для удобства в общем подписывайтесь на канал вот впереди будут еще много различных программ в экселе там программы не только продавцов и различные другие программы схемы схемы построения в планов далее всем спасибо не скучайте всем добра всем пока